В Манчегорске продолжается реставрация памятника защитникам Заполярья. Рабочие демонтировали обветшалые элементы, а те, что имеют историческую ценность подрядчик, очистит и вернет на место. Реставрация монумента, построенного в 1978 году, и реконструкция прилегающей к нему территории, проводится благодаря помощи Кольской ГМК. Для сохранения достойного вида одного из самых уважаемых и узнаваемых символов города компания выделила 17 миллионов рублей. Достаточно плачевное состояние, и швы, асфальт уже разошелся, стенки облезли. И поэтому я обратился в Кольскую компанию к генеральному директору Борзенко Евгению Витручу с предложением, с просьбой выделить денежные средства для его ремонта. Для его ремонта Евгений Витруч, конечно, сразу согласился. Мы наняли местного подрядчика, который сказал, что, так откровенно говоря, практически ничего не зарабатывает, но для него дело чести. Монумент расположен в Мончегорске на берегу озера Имандра, где заканчивается проспект Металургов. 13-метровая стелла с двумя фигурами матроса и солдата установлена строительными организациями города 29 октября 1978 года. А средства на его изготовление были собраны от сдачи металлолома на трудовых субботниках. По данным Музея истории города, в годы войны из Мончегорска на фронт призвали более 4 тысяч человек. Домой из них вернулась примерно половина. В память о второй и воздвигнут монумент. Инициатива общая администрации города, компании, потому что мы понимаем, что сохранение исторической памяти – это важная наша обязанность, которая есть у всех нас. Тем более, что в этом году мы знаем, что Мончегорск претендует на звание города трудовой доблести. И это тоже дополнительный вклад в наш, так сказать, сохранение исторической памяти. Прилегающая к стелле площадка практически завершена. В планах очистка самой стеллы и прилегающей территории. Планируется, что обновленным памятник предстанет перед горожанами уже к грядущей годовщине разгрома фашистов в Заполярье.